Здравствуйте. Здравствуйте. С кем я сейчас разговариваю? Яндекс.Такси отправил вот этот номер, чтобы связаться с водителем вашим. Ну, вы меня только что козлом вроде назвали, да? Это вы звонили? А, это не вам. Я вообще с другим человеком разговаривала. А, ну вы звоните в таксопарк. Слушаю вас. Ну? С кем я сейчас разговариваю, можете мне сказать? Диспетчер таксопарка. Меня зовут Вениамин. Как? Вениамин. Вениамин, а дальше? Петрович. Алло. Вы можете представиться нормально? Фамилия, имя, отчество? Иванов Вениамин Петрович. Слушаю вас. Получается, у нас с вами разговор не получится, да? Я не знаю. А что ты мне хотите? Яндекс.Такси, операторы, точнее служба Яндекс.Такси вам не звонила? Нет, не звонили. Не может быть такого. А зачем они нам должны звонить? Они мне сейчас смс-ки отправляли, что уже с вами связались и решают вопрос с водителем. Возможно, возможно. У нас диспетчерок много. В чем проблема-то? Огласите, проблема-то. Я вам объясняю. Вы мне просто не говорите, кто вы такой. Вы сейчас просто издеваетесь. Я хочу понять, с кем я разговариваю. А я хочу понять, в чем проблема у вас. Огласите, проблема. В чем проблема? Я хочу понять, с кем я сначала разговаривала. Вы разговариваете с диспетчером таксопарка. С Ивановым Вениамином Петровичем. Слушаю вас. А где вот находится ваш таксопарк? Москва, улица Огородный, проезд, дом 5. Запиши, Москва, улица Огородная. Секундочку, сейчас запишу. Так, а поясните, пожалуйста, вы звоните с этого номера и нашего сотрудника назвали козлом. Это как вообще? Вы сейчас не мне. Я разговаривала с другим человеком, который стоял рядом со мной, а не с вами. Вы сказали, что это вы не Виктор Петрович, я и не дальше не стала с вами разговаривать. Слушаю вас, что за проблема у вас? Так, Москва, дальше как у вас адрес? Что у вас за проблема? Скажите ваш адрес, я приеду на месте, разберемся. Хорошо. Я, насколько понимаю, по телефону этот вопрос не решится. А что за вопрос-то? Огородный, проезд, дом 5. Огородный. И проезд, дом 5. Понятно. У вас работает такой таксист, Чуробек? Секундочку, сейчас скажу, чтобы не этот. Чтобы точно было. А, Чурбаков, наверное. Чурбаков, извините. Чурбаков, в***ч. А, конечно, работает, да. Я даже видеозапись с вами вчера видел. Что, что, что? Я даже видеозапись вчера видел вашу. Это вы шесть человек ехали? Как вы оскорбляли таксиста, да? Вы можете сейчас молчать и слушать меня, раз уж я звоню вам, значит, у меня претензии есть к вашему водителю. Да. На каком основании и какое право он имеет видео с моим присутствием, с моим ребенком, с маленьким ребенком, скинуть в этот в соцсети, скажите мне, пожалуйста. Ну как, водитель показал, как не должен себя... Не должен показать правоохранительные органы, если как-то его угрожали. В правоохранительные органы. Но ни в коем случае, ни в инстаграм. И в инстаграме есть, и на ютубе есть, везде есть. Вот, вот, везде есть. И все должны знать, что ваше поведение неприемлемо. И все будут знать. Видео, во-первых, не полное, это во-первых. Во-вторых, если он не удаляет видео, и не извинится передо мной. Так. Я сегодня же подаю заявление, я вам даю сегодня до вечера время. Если это все не уладится, я подаю заявление в суд. Подавайте. Хорошо. Это вы говорите сейчас от имени водителя? Нет, я просто это и говорю, что это ваше право. Вы говорите сейчас от имени водителя, или водитель сам будет свои вопросы решать? Водитель будет, конечно же, решать сам свои вопросы. Тогда давайте номер водителя. Мы обязательно передадим им информацию. Нет, давайте номер водителя, чтобы я снимала поговорить. Я не могу вам дать номер водителя. Это разгрошение персональных данных. А, если вы такой умный, тогда почему позволяете своих водителей выкладывать в соцсети... Это его личное право. ...видео с детьми и вообще... Это его личное право. ...без моего позволения выкладывает видео с моим участием. Он имеет такое право? Я думаю, да, потому что вы его оскорбили и обозвали. Вы угрожали ему здоровью. Видео, во-первых, неполное, я еще раз вам говорю. И это сейчас со мной разговаривает не какой-то диспетчер, а именно ***, насколько я понимаю. Раз уж вы так прям защищаете его. Нет, я не ***. Вы б***ь, это точно. Я не ***. Я вам говорю, если сегодня не решить этот вопрос, я заявление подаю и не на Яндекс.Такси, потому что вот через Яндекс.Такси я вызывала их, и на водителя. И посмотрим, дальше вопрос как решиться. Ну хорошо, я вас услышал, я водителю все передам. Ну, до свидания тогда. До свидания. Продолжение следует...